привет народ с вами дмитрий канал как известно уже финальном многие уже знают так сегодня у нас на ремонте мегафон модем 4g такой вот у него корпус такой вот корпус модель хрена узнать какая м здесь м 100-4 здесь вот написано м 100-4 так неисправность данного модема заключается я уже разобрал как бы заключается в том что оторван разъем юсб классический как мы можем увидеть до оторвали причем с мясом с корнем есть у меня новый похоже подобный разъем юсб но он видите ли он перевернутый по отношению к этому можно увидеть что он перевернут что вариант только вариант один вытаскивать из поврежденного модема из поврежденного разъема пластмассовую сердцевину то же самое с нового разъема и вытаскивать пины ставить сюда как то так для начала сейчас подготовлю плату под установку нового модема ой нового разъема сейчас вот эти все обломки излишки демонтируем удалим и будем готовить разъем к сборке вернее пока сейчас станция греется разберем оригинальный штатный разъем при помощи пинцета отгибаем вот эту пластинку фиксирующую стопорющую и выдавливаем сердцевину наружу таким вот образом уже пины сломаны вот вот таким вот образом и и вытаскиваем аналогичным образом проводим операцию с новым разъемом для начала можно вот эти вот боковинки выправить они немножко волной согнуты специально для установки в плату как в этом не было и тоже так же вот он с помощью какого-нибудь инструмента типа пинцета выдавливается пинцет здесь упрям по красоте подходит конечно ладно сейчас потом это сделаем сначала как я и говорил очистим плату от повреждений ну от обломков разогреваем паяльник до температуры 370 градусов я использую жало т-12 китайского происхождения они в принципе нормально как бы работают не знаю ничего особо плохого про них сказать я не могу выпаиваю выпаиваем обломки усиков фиксирующих и подготавливаем проводники установки нового разъема для этого нам необходимо очистить сквозные отверстия под установку разъема будем применять вот такую вот фигню это многожильный провод обычный медный многожильный так вот обычным многожильным медным проводом будем очищать отверстия по крайней мере попробуем насколько это будет эффективно надо было конечно более мягкий провод взять в принципе это тоже очищает ну немножко не так хотелось бы конечно есть у меня оплетка можно оплеткой но принципе давайте оплеткой возьму попробуем ею вот она такая стандартная медная оплетка имеется в наличии теперь с другой стороны попробуем зачистить так да то одно отверстие готова второе как не хочет отверстие под установку разъемом подготовлены чуть-чуть увеличим так только до рабочего рабочую зону теперь сейчас зачистим разъемы контакты под пины на ножки припаивается для этого возьмем обычный припой post 61 российского производства смоленского завода нормальный припой в принципе и так подготовим поверхность все она как бы подготовлена сейчас ее очистим от остатков флюса и будет у нас супер все это хозяйство отмываем от остатков флюса во первых эстетически чтобы было чисто красиво наглядно все дела это так ну вот как то так разъем плата подготовлена теперь займемся продолжим непосредственно самим разъемом так как у нас убираем отсюда нафиг значит нам надо вскрыть новый на разъем новый у нас здесь вот он немножко вот этой штучкой завальцовывается так и он у нас должен по идее я только не помню туда или туда выходить но здесь вот просто он заклепывается как бы чуть-чуть вот это чтобы фиксировалась но она также нужно туда выезжать по идее короче смысл в том что надо вот эту пластмассовую составляющую так или иначе выдавить она уже почти поехала так так продолжаем работать над разъемом так это так значит наша задача выдавить вот этот новый разъем туда наружу так выдавить вернее этот пластиковая составляющая да ладно попробуем таким вот методом дело сделано пластиковую тут эту деталь мы вытащили заменить не получится как я уже говорил потому что здесь конструкция совсем другая здесь другая совершенно конструкция нам надо эту эту часть как бы чтобы она была сейчас подумаю надо прикинуть так значит вытащим пины из старого сломанного гнезда просто так как раз один за другим но средние которые сломаны их придется придется выдавливать немножко по-другому мы уже проходили такую технологию по замене контактов есть у меня на канале такое видео только с ртс модемом здесь другой модем принципе разницы особо естественно особой разницы нету но она их как-нибудь зацепиться и выдернуть так и нам еще один остался вот этот пинцетиком его ни в какую не хочет вылазить мы его не умеет научим не хочет заставим как говорят французы да вот так и туда его чуть-чуть туда подать чтобы было за что зацепиться и вытащить таким вот образом все старые контакты извлечены теперь та же самая процедура с новым предстоит разъемом но здесь я думаю будет должно быть чуть чуть попроще здесь вообще все на изи здесь вообще все на изи и вот эти вот пины вставляем корпус старого разъема таким вот макаром пока их бы наживем час потому что здесь есть такая здесь маленькая как бы ниша есть куда носики этих разъемов упираются при помощи пинцета их туда или таких вот утконосов для нагубцев туда вот их просовываем просовываем так кто-то из них вот этот по-моему длинный это крайне вот сюда этот сюда вот этот сюда вот этот аккуратно их проталкиваем аккуратно согнул чуть-чуть перестарался мне придется его выправлять ну вот поторопился чуть-чуть и погнул так так ну вот я уже в этот пластмассу эту хрень засунул пины разъемы эти контакты даже один с другого разъема потому что только я согнул и он уже все до свидания сказал теперь нам надо вот эту панель совместить 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 с этим вот разъемом если она вот на том разъеме вот так вот была значит надо ее и сюда будет также загнать это тоже не совсем все просто надо будет вот эти вот боковинки сейчас здесь вот боковые запрессовки от этих вот их надо будет стесать это будем делать надфилем делается элементарно в принципе а зачем их убирать потому что в них упирается пластмассовое тело где контакты нормально так теперь она должна проще сюда вот так вот зайти и становиться ну вот так вот так по толщине у нас все нормально сейчас возьмем какой-нибудь разъем маму и посмотрим ну да лучше конечно взять вот возьмем с карт ридера например и попробуем входит входит и выходит отлично ну чё наша задача осталось надо теперь вот этот стопор здесь немножко его как бы поджать поджать вот этот да вот так ну и будем сейчас что впаивать разъем в плату модема позиционируем его в гнезде как он должен тут стоять так чуть-чуть надо их немножко выводы сместить свести друг к другу вот так вот так так и ставим разъем вот так вот на плату на ее посадочное место просто вот так смотрим центрируем разъем чтобы он был ровно стоял ну и прихватываем припоем за вот эти вот выступающие грани так еще разок смотрим на разъем у нас более-менее ровно и вот таким вот образом так ну все разъем я запаял сейчас я его отмою от флюса и все будет в ажуре отмываем его от флюса от остатков ну да с обеих сторон там и там ну вот ну вот готово так теперь все это собираем в корпус так антенны вот эта сторона сюда а эта сторона сюда а эта сторона сюда все модем готов к эксплуатации всем спасибо за внимание с вами был Дмитрий подписываемся на канал задаем вопросы комментарии всем удачи и пока пока